Юля, есть идея, давай откроем парикмахерскую. Парикмахерскую? Я вообще-то стричь не умею и никогда парикмахерских не открывала. Ладно, давай тогда откроем ветеринарную клинику, будем животных лечить. Там вообще очень много процессов интересных. Это еще сложнее и намного нюансов, вдруг что-то не получится. Нет, я боюсь как-то. Юля, вот что-то такое неуверенное. Вот скажи, почему? Хорошо, давай тогда откроем цветочный магазин. Что с тобой сегодня? Почему ты сегодня все хочешь что-то открыть? Со мной все хорошо, просто я хочу запустить бизнес, потому что деловая жилка прямо вот бьется из меня. Доброе утро, губерния. В студии без пяти минут предприниматель Виктор Стеблев. И слишком осторожная Юлия Север. Да, ты вот явно не бизнесмен, настоящий бизнесмен. Действует с позиции неопределенности и старается развить свое дело и, ну конечно же, извлечь прибыль из этого. А мне кажется, бизнесменам нужно родиться. Учись, не учись предпринимательству, все равно ничего не получится. А давай поищем деловую жилку на улицах нашей Самары. Я думаю, нужно иметь цель, чтобы им стать и стремиться к этой цели. То есть это все-таки можно научиться? Да. Научиться. Можно научиться. Прирожденный талант. Учиться, но не все способны к этому. Только прирожденный человек может стать успешным. Мне кажется, можно научиться. То есть это не врожденное что-то? Нет. Ну, может быть, есть у кого, но не у нас. Мне кажется, это именно от жизненной ситуации зависит, потому что много всяких, как сказать, происходит событий в жизни. И многие тяжелые какие-то события делают человека сильнее. И поэтому сильные люди в основном становятся бизнесменами. Тут спорный вопрос. Там и рождаются, и научиться можно. Можно научиться. Так же, как можно и красивой стать в возрасте, а не при рождении. Безусловно, только навык. Ни один бизнесмен еще с младенчества не заработал миллиард. Бизнесменами становятся дети бизнесменов. И снова доброе утро. И сегодня мы учимся предпринимать. Но прежде нужно разобраться с чем? С финансами, конечно. Вот мы сегодня специально пригласили к нам в студию Екатерину Гришкову, финансист. Доброе утро. Здравствуйте. Екатерина, скажите, вот говорят, что с талантом, с финансовым видением нужно родиться. Вот так ли это? Я считаю, что все талантливы от рождения. И выстрелит, наверное, именно то в жизни, что будешь в себе развивать. И на что больше будешь акцентировать и уделять внимание. Поэтому финансисты, наверное, и становятся талантливыми, потому что их внимание направлено в основном на финансы. Что в себя включает понятие финансовая грамотность? Что это такое? Расскажите. Ой, вы знаете, я очень долго говорила о том, что, к сожалению, ну, наверное, наше поколение не учили одной большой вещи, которая очень пригодится и в жизни, и в быту. Это именно финансовая грамотность. Нам никогда не рассказывали, как зарабатывать деньги, как хранить, как приумножать. Я очень рада, что сейчас об этом стало так много говориться, и этому стало выделяться очень много внимания, особенно к подрастающему поколению, и их стали этому учить. Я считаю, что финансовая грамотность – это просто понимание, что деньги можно заработать, как их приумножить, как их сэкономить, и как с ними вообще жить и общаться. А с какого возраста необходимо учить финансовой грамоте? Ну, знаете, я, наверное, все-таки финансист, а не педагог, поэтому… Ну, с детства так или иначе уже закладываем, да, чтобы в дальнейшем… Ну, я думаю, что да, чтобы было понимание у детей, откуда взялось это и что за этим стоит. Хорошо. А с чего начать свое грамотное финансовое планирование? Это основные… Знаете, вот такая тавтология с планированием. Правда. Очень многие люди просто не умеют планировать, и в этом стоит как бы самая большая задача. И даже предприниматели, которые, казалось бы, уже пошли в бизнес, очень часто пренебрегают учетом, когда нужно просто правильно собрать доходы, расходы и посмотреть, что ты заработал. Очень многие этим пренебрегают, особенно на начальных стадиях развития бизнеса, и поэтому, наверное, успешны не все. А как научиться экономить деньги? И нужно ли учиться экономить? Или все-таки нужно зарабатывать так, чтобы жить на широкую ногу? А я считаю, что нужно научиться считать. Вот когда мы научимся считать, тогда будет понятно, где мы можем побольше заработать, где мы можем побольше сэкономить, и нужно ли нам вообще экономить. То есть читать каждый раз, вообще все абсолютно, каждый поход в магазин, если мы говорим об обычных людях, не о предпринимательных, не о бизнесменах, а просто вот бытовая ситуация. Знаете, я считаю, что да. Мне, допустим, лично, мне в жизни это очень помогло, потому что есть сейчас куча всяких интересных приложений для телефонов, в том числе, где ты можешь вносить свои доходы и расходы. И ты сразу видишь, сколько денег и на какую статью твоего личного бюджета даже уходят, и тем самым ты можешь спланировать уже следующий месяц, а получается, ты можешь спланировать и расходы, и поездки, и отпуск, и развлечения, и все необходимые траты внести. Поэтому здесь, наверное, да. Хорошо. А вот что нужно в себе изменить, чтобы стать миллионером? Я пока еще не миллионер, поэтому мы, наверное, я здесь не могу дать какого-то совета, но когда ты движешься к какой-то цели, к финансовой, в том числе, к достижению определенного уровня достатка, мне кажется, важны маленькие шажки. Сначала мы научились считать, потом планировать, потом, возможно, где-то экономить, потом вкладывать, инвестировать, и тем самым можно добиться больших успехов. Деньги – это психология все-таки? Вот если я транжира, вот транжира. Родился таким, что же нам делать? Что делать? Может быть, сначала как-то поработать над собой, а потом уже финансовую грамотность развивать? Ну, можно же запролелить процессы и двигаться в двух направлениях маленькими шажками. Здесь будем учиться считать, а здесь будем работать психологически. Да, действительно, богатые вы или транжира, финансовой грамотностью обладаете или нет, ну, это неважно, потому что погода для всех одна. Давайте посмотрим прогноз наших семантик. В четверг в Самарской области будет переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь, днем 11-16 градусов тепла, ночью плюс 1-6. Ветер будет дуть северо-восточный с переходом на северный со скоростью 2-7 метров в секунду. На севере и западе в дневное время плюс 7, плюс 12, на востоке и юге плюс 8, плюс 13. Погода в Самаре ожидается малооблачная с кучевыми облаками и зябкая днем плюс 8, плюс 12 градусов, ночью плюс 6, плюс 9. Атмосферное давление в пределах нормы 751 миллиметр ртутного столба, относительная влажность воздуха 60-79%. А не открыть ли мне свое дело, чтобы стать миллионером? Я думаю, такая мысль многим приходила в голову, вот и нам сегодня пришла. Разбираемся о бизнесе, о предпринимательстве, разговариваем с Екатериной Гришковой, финансистом. Как нам, собственно говоря, открыть ИП? Сложно ли это? Знаете, это очень просто, потому что сейчас государство оказывает огромную поддержку предпринимательству и индивидуальным предпринимателям в том числе. В принципе, есть куча вариантов, как можно зарегистрировать свое ИП. Это и через банковские приложения, и на госуслугах, и в многофункциональных центрах, и в налоговой инспекции. И есть даже такой большой бонус, что если ты идешь регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя не в налоговую инспекцию, то ты даже не будешь платить государственную пошлину за регистрацию. То есть можно сэкономить целых 800 рублей. Мы открыли ИП. Что дальше? Я думаю, что дальше, конечно, необходима консультация с профессиональным бухгалтером, чтобы вы смогли правильно подобрать систему налогообложения, чтобы понимали, нужен вам учет на постоянной основе, или, возможно, вы будете пользоваться услугами бухгалтера только для сдачи отчетности. Нужно ли открывать расчетный счет в банке, нужно ли заводить кассу. И, в общем, здесь, конечно, нужна, наверное, консультация профессионала. Хорошо. А вот отличие самозанятого от ИП, в чем оно? Да, сейчас есть такой режим, как самозанятый. Это налог на профессиональный доход. Если вы зарегистрированы как самозанятый, ваш доход не может превышать 2 миллионов 400 тысяч рублей в год. У индивидуального предпринимателя ограничений по доходу нет. Это такое большое главное отличие. Если вы как самозанятый производите какую-то продукцию. Сейчас очень много девочек занимаются каким-то видом деятельности дома. Делают свечки, прянички, тортики. И когда они хотят, допустим, выйти на маркетплейс, им необходимо получить сертификаты на свою продукцию. Как самозанятые они этого сделать не могут. Им обязательно нужно регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, чтобы расширить рынок. Поэтому здесь тоже такой сдерживающий фактор у самозанятых. Но у самозанятых есть свои плюсы, потому что у них налог меньше, чем у индивидуальных предпринимателей. Они платят всего 4%, если получают доход от физических лиц и 6% от юридических. А еще, я считаю, в самозанятости есть такой небольшой минус, как пенсионное отчисление. Когда ты зарегистрирован как самозанятый, конечно, тебе это идет в рабочий стаж. Но отчислений в пенсионный фонд нету, но это, видимо, влияет на будущую пенсию. А по оформлению что легче? Оформить статус самозанятого или индивидуального предпринимателя? Легче самозанятый. Это, по-моему, две кнопки на мой налог. Хорошо. А объединить можно две системы ИП и самозанятые, чтобы вместе они работали? А потом ООО, ИОО и так далее. Да, и сделать группу компаний. Смотрите, одновременно быть самозанятым и индивидуальным предпринимателем нельзя. Но индивидуальные предприниматели могут использовать режим налогообложения. Самозанятый, тот же, который применяют самозанятые, это налог на профессиональный доход. И тогда, да, есть определенные экономии для индивидуальных предпринимателей по налогам. Спасибо большое, Екатерина. Очень много можно почерпнуть из вашего разговора. Вообще очень интересно. Большие открытия для нас, по крайней мере. Что ж, ну если свое дело пока не для вас, то нужно найти интересную работу. Для начала, конечно же, пройти в собеседование. А как это сделать, подскажем в нашей рубрике. Семь ошибок при прохождении собеседования. Первое. Материальный интерес. Подрывает доверие к сотруднику, поскольку такой человек может в любой момент переметнуться туда, где платят больше. Второе. Отсутствие конкретной причины смены места работы. Внятно объясните будущему работодателю, почему вы решили сменить место работы. Третье. Неопрятный внешний вид. Перед собеседованием узнайте, какой дресс-код приветствуется в компании. Как выяснилось, многие рекрутеры отказываются искателю, ссылаясь на его неопрятный внешний вид. Четвертое. Высокомерное поведение. Даже если вы профи, надменное поведение вряд ли поможет получить желаемую должность. Пятое. Отсутствие плана собственного развития. Может вызвать антипатию. Чем выше статус и позиция, на которую вы претендуете, тем выше значимость вашего плана по развитию. Шестая. Уход от контакта с рекрутером. Зажатость и некорректные высказывания в адрес актуального работодателя сулят провал. Кандидат дискредитирует себя, демонстрируя отсутствие лояльности к работодателю. Седьмая. Неосведомленность о компании-работодателе. Узнайте все о вашем работодателе. Неосведомленность поставит вас в неловкую ситуацию. Удачи на собеседовании с... Итак, снова доброе утро. У нас сегодня день предпринимателя. А без продвижения в социальных сетях... Какой сейчас может быть предприниматель? Это лучшая реклама. Поэтому мы пригласили к нам в гости специалиста по продвижению в социальных сетях Анна Воробьева. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Анна, так раскройте нам этот секрет. Как продвигаться в социальных сетях? На самом деле нет никакого секрета. Надо просто последовательно делать действия, которые приведут вас к вашему результату, к вашей цели. И использовать инструменты, которые вложены в социальные сети, которые существуют сейчас у нас на рынке. Какой способ выбрать? Может быть, это от личности зависит? На себе примерять, на себя показывать? Что делать? На самом деле все способы хороши. Инструментов достаточно для того, чтобы добиваться тех результатов, которые вы ставите. И я всем рекомендую использовать все инструменты и уже анализировать, какое лучшее работает для вас, для вашего проекта, блога, либо вашей сферы деятельности. И уже основываясь на этом анализе, выстраивать свою дальше концепцию продвижения. Хорошо, благодарю. Скажите, а оттолкнуться лучше от деятельности профессиональной или от своих сильных качеств? На самом деле все зависит и от сферы деятельности, которую вы планируете продвигать в соцсетях. И также зависит от ваших уникальных торговых предложений, как говорится, в маркетинге. И, конечно же, здесь играют важную роль личностные качества и ваши внутренние ценности, которые вы потом планируете передавать через онлайн пространство, через соцсети. А как не сойти с ума и как не сойти с дистанции? Это же каждодневная работа. То есть это рутина такая, да, не просто интересное что-то. На самом деле, если вы любите то, чем вы занимаетесь, вам будет сложнее сойти с этого пути, да, если вы делаете это в удовольствие, а не просто потому, что это приносит деньги. Мое самое главное правило в работе с клиентами, и всем советую его придерживаться, в первую очередь не делать контент ради контента. Делать контент все-таки в ресурсе, в состоянии, когда вам хочется поделиться пользой с аудиторией и анализировать, анализировать, смотреть, что лучше заходит. И хвалить себя за какие-то моменты, сильно не ругать за ошибки, делать все в удовольствие. Вы говорили про инструменты, любые инструменты, да, вы приветствуете ради продвижения. Но есть такой, как черный пиар, какие-то интересные надуманные истории, которые так или иначе, конечно, зрители это подтягивают. Но все-таки стоит ли с этим играть, либо как-то вот где эта грань? Да, есть выражение любой пиар это пиар, да, но на самом деле очень сложно все время врать, потому что соцсети это игра все-таки в долгую, да, когда люди за вами могут наблюдать годами, изучать с вами, общаться. Тем более мы живем в Самаре, когда могут вас увидеть на набережной, либо еще где-то, да. И если вы будете в онлайн-пространстве себя позиционировать по-другому, нежели в оффлайн-пространстве, да, то это очень сильно сказывается также на вашей репутации. И я всем советую не врать, делать честный контент, и тогда, во-первых, вам также будет легче это все вести, у вас не будет выгорания, и вам будет комфортнее общаться со своей аудиторией. Хорошо, вы сказали про анализирование, сказали про личные сны и качества. А вот если не работает продвижение, что тогда делать, если вот честный пиар не работает? В чем проблема, где искать ответ? Да, на самом деле, если все-таки есть какое-то продвижение, вы используете какие-то инструменты, то, скорее всего, оно работает, но вы не всегда видите результаты. Вот, или ваши инструменты выбраны неверно под вашу сферу деятельности, например, да, или вы делаете нерегулярно эти действия. Поэтому здесь все-таки лучше обратиться к специалисту, который поможет вам выявить, в чем ваша ошибка, в чем ваша проблема, да, и уже с этим разобраться, либо помочь вам выстроить правильную концепцию вашего продвижения. В общем, все равно специалисты все равно разбираться. Вот так вот. Здесь важное слово «специалисты». Предлагаю прерваться ненадолго, и хочу сказать, что вкуснее и интереснее всего в социальных сетях выглядит еда, но сначала нужно ее приготовить. Соответственно, нам нужен Максим. Встречаем. Мне кажется, что мы часто забываем, что каша на завтрак может быть не только манная или перловая, но еще и гороховая, как мы видим здесь. Я с тобой полностью согласна. Для завтрака, наверное, гороховая будет чем-то отличаться от обычной гороховой, да? Ну, да, совсем немножко. У нас будет с вами просто по количеству воды чуть больше, чтобы все-таки это была такая, как каша. Как тебе такая? Не пюре, да. Мы все-таки разделяем каша и пюре. Но без молока. Да, но без молока. Кстати, прекрасный постный вариант. Что мы делаем с вами? Нам нужно замочить обязательно горох не менее 12 часов. Промыли, замочили, оставили. Например, пошли спать. Перекладываем и заливаем водой в соотношении 1 к 2 или 1 к 3, смотря как вы любите, чтобы более такая жиденькая была или более густая. То есть 2 гороха, 1 вода. Нет, наоборот. Вот одна часть гороха и больше воды. А, больше воды, понял. Да. Ставим с вами вариться. На момент закипания снимаем пенку, убавляем с вами температуру плиты и варим от 40 минут до часа. Это зависит от того, какой вид гороха у вас, какого из производителей. Потому что есть, которые быстрее варятся, есть, которые подольше. После того, как у вас все сварилось, пробиваем все это блендером. И у вас прекрасная каша. Можно такую же кашу сварить с вечера, например. И тогда утром вы только разогрели и уже подали. Ну, или пошли краситься с утра, пока у вас закипает горох. Да. До какой степени нужно взбить все это? До гладкой структуры. Такая прям гладенькая, чтобы была. Да, вот. Снизу, вверх. Снизу, вверх. Да. Вот таким образом мы с вами разбиваем нашу кашу. Если у вас постный вариант, вы добавляете оливковое масло. Если не постный вариант, можно добавить сливочное масло. Кашу немножко сдобрим оливковым маслом. То есть у нас постный вариант будет? Да. Семена. Да, 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 да. Каша прекрасна, она очень питательна, вкусна. Это один из видов растительного белка. Но чтобы вот все равно хочется чуть-чуть похрустеть. Поэтому я тебе добавлю еще и сухой жареный лук. Ого. Да, да. Слушайте, как обычная каша. Гороха просто преобразилась опять в какой-то ресторанный шедевр. Пробуем. Красота-то какая. Да, я рекомендую тебе сразу вот захватить и лук, и семечки. Да, поэтому я хочу так перемешать. Мы же обычно дома кушаем сначала, да? Хоп. Слегка вот подмешаем. И. Это чем-то напоминает отдаленно какое-то суп-пюре. Ну, потому что жидковатая карта такая. Но очень вкусно. Да, это пока еще не суп-пюре, потому что мы оставили густоту. Но это уже и не пюре гороховое. Да, очень вкусно. Слушайте, ребят, поразил меня горох. Я уверен, что с вами он сделает то же самое. Поэтому готовьте смело это прекрасное блюдо. Всем приятного аппетита. Всего вам доброго. До новых встреч. Доброе утро. День предпринимательства. Мы решили поговорить, как же свой бизнес раскрутить и помогает нам в этом Анна Воробьева, эксперт в продвижении в социальных сетях. Анна, расскажите, пожалуйста, собственно говоря, если люди начинают как-то свой бизнес рекламировать, очень часто пишут на личные странички, а вот все-таки реклама навязчивая многим не нравится. Какую ошибку они делают и как? Вот здесь быть не навязчивым, но все-таки прорекламировать свой товар, свою услугу. Да, здесь самое главное слово – навязчивое. То есть если вы делаете это при помощи бодерейки, фото, рассылки, либо вручную очень много это делать. Во-первых, это опасно. Всегда всем советую не превышать лимиты с этими сообщениями в личные. И здесь все-таки нужно понимать, что все это не ваша целевая аудитория. Главное правильно выбирать целевую аудиторию и если вы этим занимаетесь, отправлять сообщения тем людям, которые интересуются этим на данном моменте. То есть лучше как-то опубликовать информацию на своей личной страничке, и кто заинтересуется, уже выйти на контакт. И кто заинтересуется, уже более подробно рассказать своему личные сообщения. Интересно. Еще такой вопрос. А каким должен быть контент? Стоит ли пользоваться инфоповодами или не стоит? На самом деле контент должен быть разнообразным. Самое важное, да, он должен быть и с инфоповодами, и с вашими личностными качествами, да, с вашими личными энергиями, поведением, настроением. Именно такой контент больше всего вызывает взаимодействие и внимание. Ну и, как говорилось уже ранее, он должен быть честным, правдивым про вас, про вашу сферу деятельности. Может ли быть страничка в социальных сетях обезличена, то есть просто об услуге, о товаре, без самого персонажа, который ведет эту страничку? На самом деле может, да, тем более если мы говорим про какой-то очень крупный бизнес. Но мы так не делаем и не советуем так делать, потому что люди всегда покупают у людей. Очень важно видеть, кто за этим стоит, да, так ваши результаты будут выше и продажи будут лучше. Спасибо большое. Очень интересный разговор, а главное продуктивный у нас получился. Конечно же, вашим бизнесом расти только и крепнуть. А мы пока немножко прервемся и возвращаемся в эту студию. В эфире новости на канале «Губернии» в студии Николай Гришечкин. Доброе утро. В Самарской области начались весенние полевые работы. Из-за быстрого потепления им дали старт на две недели раньше привычных сроков. Аграрии подкармливают озимой и там, где почва полностью подошла, выпускают агрегаты на бронование. Все ли ресурсы в наличии и как поживает будущий хлеб, узнал Сергей Павлов. Мы проснулись, потянулись, улыбнулись. Разминка с просонья по классике, которая рекомендована не только людям, но и всему растительному миру. Весна, пробуждается будущий хлеб. А зимой долго спали. И чтобы взбодриться пшеничке, нужен хороший тонус. Если нам в этом поможет чашечка горячего кофе, то посевом минеральные удобрения. Этот участок с озимой пшеницей перенес несколько погодных сюрпризов. Осенью заливала дождями, бесснежная зима ударила крепким морозом. Почва промерзла на метр в глубину. По весне поле вышло не ровным зеленым ковром, а с рыжим отливом. Но растения выжили. Сейчас их оперативно приводят в порядок. Минеральные удобрения придают посевам дыхание и энергии для роста. На подкормке аграрий работают на машинах самарского производства. Это низкое давление колеса, чтобы не проминать озимые культуры. Они еще не окрепли после зимы. Настрой какой у вас? Как всегда боевой. Кормить родину нужно. Кроме нас нет никого. Хворостянский район – одна из хлебных житниц региона. Больше половины всего озернового клина тут отдано под озимую пшеницу. Это 30 тысяч гектаров. Да и по всей области площади озимых неуклонно растут. Сейчас засеяно 484 тысячи гектаров. Это на 10% больше, чем под урожай прошлого года. Выглядит посевы в целом достойно. Из-за теплой погоды полевая кампания у аграриев стартовала на две недели раньше привычных агросроков. Некоторые хозяйства уже вышли на оборонование. Старый конь борозды не портит. Вся суть русской пословицы прямо на этом поле. Вот такие раритетные агрегаты здесь работают не просто так. Гусеничные тракторы меньше уплотняют почву и, с другой стороны, берегут новую технику. Почва подходит неравномерно. Аграрии буквально караулят полян. Где просохло, выпускают бороны, чтобы закрыть влагу. Разбить коми, перекрыть влагу, чтобы сохранилась еще на какой-то период влага. Мы готовы на 100%. Только ждем, когда прогреется почва и все. Все у нас готово. Семена есть, химия есть. Посевная площадь в области сохранится на уровне прошлого года. Это более 2 миллионов 200 тысяч гектаров. Семена, ГСМ, удобрения – все в наличии. Идет обновление технопарка. Аграрии повышают уровень технологий и добиваются высоких результатов. Показателен прошлый сезон, когда был собран рекордный за 45 лет урожай. Более 3,5 миллионов тонн зерна. Обновление техники, семян, качественная обработка почвы. Причем современными многооперационными орудиями. Сохранение влаги в почве. Но вообще новый тип обработки почвы. То есть мы применяем сейчас чизели для того, чтобы влагу задержать. Глава региона Дмитрий Азаров и правительство области уделяют пристальное внимание развитию стратегической отрасли – растениеводству. В губернии действует комплекс мер поддержки. Это компенсация затрат на покупку техники и элитных семян. Сельхозпроизводители стали активнее пользоваться агрострахованием. Сергей Павлов, Константин Макаревич, новости губернии. Студенты Самарского государственного института культуры, которые в будущем готовятся стать актерами и режиссерами, встретились со знаменитым артистом Антоном Шагиным. В формате открытого диалога с молодежью актер театра и кино отвечал на вопросы, а еще прочитал стихи из своего сборника «Антоновки». В ожидании чего-то большого замирает от страха душа. Смерть стоит на посту часового, хладнокровно не мельтяжа. Вой метель как будто живое, что-то выхода просит себе и кружит. И кружит сединою полновластной хозяйкой в земле. Это музыкальная, художественная композиция с видеорядом, где стихи сопровождаются музыкой и художественным решением на экране. Это, можно сказать, такой моноспектакль поэтический. Это мой концерт, у которого нет режиссеров, у которого нет ни продюсеров, ничего. Это моя автономная история, с которой я езжу по городам нашей великой Родины. Такой популярный человек поделится с нами своим жизненным опытом, который у него наверняка очень большой и много есть чего рассказать. Это всегда интересно. Ну и, конечно же, достаточно популярный актер. И очень интересно, чтобы послушать про съемки в разных фильмах, таких как «Стиляги» и «Союз спасения». Обрести новую семью можно и в серебряном возрасте. Это доказывает пример нашей следующей героини из Борского района, которая, уже будучи на пенсии, тяжело заболела и потеряла возможность ходить. А родственников и детей, которые могли бы поддержать, у нее нет. На помощь пришла соседка и забрала женщину к себе домой. Более того, подняла на ноги. В Самарской области в таких приемных семьях проживают 170 человек. О том, какие чудеса порой творят домашний уют и поддержка, в сюжете Елизавета Должиковой. Лидия Николаевна Петрова, 74 года, в Борском районе. В своей новой семье она проживает с октября 2022. До этого всю жизнь работала в отделе внутренних дел в Сергиевске. Сначала секретарем, потом дознавателем и следователем. Даже выйдя на пенсию, женщина подрабатывала в охране. Родственников и детей у Лидии Николаевны нет. И когда она заболела и перестала ходить, то осталась совсем одна. На помощь пришла одна сельчанка Ольга Щанкина, с которой женщины поддерживали связи после того, как жизнь развела по разным районам. Соседка не могла остаться в стороне, посоветовалась супруга и приняла решение взять к себе в семью не чужого человека. Соцработница позвонила и сказала, что я в очень тяжелом состоянии. Вот она с мужем приехали и забрали меня. Вот так я здесь оказалась, в Сергиевский район, сюда попала. Я сразу, как только приехала, я сказала, наконец-то я обрела семью. И у меня никогда не было ни детей. И теперь я обрела семью. Мы ее привезли в лежачем состоянии, потому что у нее, по всей видимости, был гипертонический крест. Подлечили немножко свое давление. Ну и вот стали мы хотя бы с худунками вставать ходить. Сами со стола. То есть мы как-то вот стали ходить. Но комфортно. Она беспокоится тоже за меня, если я вдруг куда-то ушла, и долго меня нет. То есть мы... Я за нее, она за меня все время беспокоится. Так, забота и внимание в буквальном смысле поставили человека на ноги. Так, со здоровьем стало получше, Лидия Петровна нашла себе хобби. Разгадывает кроссворды, смотрит новости, читает произведения своего любимого автора Антона Павловича Чехова. Как признается Ольга Геннадьевна, они с Лидией Николаевной теперь одна семья. Так, любой человек, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, у которого нет родных, может обрести новый дом. Для этого необходимо обратиться в комплексный центр обслуживания населения по месту жительства. А образовать такую приемную семью могут совершеннолетние, дееспособные граждане, не являющиеся между собой родственниками. Тем, кто помогает с уходом за человеком, предусмотрена пусть и небольшая, но ежемесячная выплата в 4 с лишним тысячи рублей. У нас в Борском районе создан небольшой банк данных, где есть люди, которые готовы принять к себе в приемную семью, и люди, которые нуждаются в приемной семье. Каждый гражданин, как трудоспособного возраста, так и гражданин пожилого возраста, может обратиться в комплексный центр в отделении срочных социальных услуг. И специалисты могут подсказать, подобрать вместе с психологом необходимую семью для дальнейшего их проживания совместно. Самарская область стала одним из первых субъектов России, где началась работа по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов. Такая социальная поддержка реализуется в рамках нацпроекта «Демография» и позволяет находиться людям в домашних комфортных условиях вместо стационарных учреждений. Елизавета Должикова, Сергей Костин. Новости губернии. Проверить свои навыки владения русским языком можно будет в эти выходные. 8 апреля по всей стране и, конечно же, в нашем регионе пройдет ежегодная просветительская акция «Тотальный диктант». Традиционно написать его можно на площадках, которые располагаются в университетах и библиотеках. Одной из них в Самаре станет областная универсальная научная библиотека. Чтецом в ней выступит известный российский режиссер, педагог, художественный руководитель Новокубишевского театра-студии «Грань» Денис Бакурадзе. В этот раз участникам предстоит написать текст о русском путешественнике, исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве. Его автор – писатель, журналист, номинант национальных премий Василий Авченко. Регистрация на участие в «Тотальном диктанте» еще открыта. Выбрать площадку можно на официальном сайте акции. Адрес на экране. Участие бесплатное. Больше новостей в нашем информационном выпуске в полдень. А у меня пока на этом все. Увидимся. И снова доброе утро. И мы продолжаем искать в себе деловую жилку и разбираться в предпринимательстве. Сегодня у нас в студии ведущая Юлия Север. И Виктор Стеблев, ты знаешь, мне кажется, самый лучший способ открыть свой бизнес – это заниматься любимым делом, чтобы оно у тебя приносило доход. Например, продвижение своего хобби. Никаких рисков. Ты знаешь, на самом деле это самое правильное решение – открывать тот бизнес, который нравится, в котором разбираешься. Вот ты, например, что умеешь? Я умею шить. Шить? Так все, открываем ателье. Какие вопросы? Будем отшивать мужские рубашки, брюки, да, и худи. Они сейчас в моде. Так, с чего начинаем? Так, с чего мы можем начать? Вообще, любой предприниматель начинает бизнес с идей. Она у нас есть. Теперь надо провести маркетинговые исследования и на основании этого вывести свое УТП. Осталось разобраться, что такое УТП. УТП – это уникальное товарное предложение. Потом мы открываем ИП, ИЛИО, и вперед. Вот у тебя все так быстро, я что-то опять переживать начала. Ой, Юль, вот можешь не переживать даже, потому что я рядом, я всегда с тобой, и главное вначале – это уверенность. Уверенность в себе и в том, что все будет хорошо. Ведь предприниматель отличается от обычного человека тем, что верит и действует. Все, теперь я тоже верю. Ты меня настроил. Я думаю, нужно иметь цель, чтобы им стать и стремиться к этой цели. То есть это все-таки можно научиться? Да. Научиться. Да. Можно научиться. Прирожденный талант. Учиться, но не все способны к этому, только прирожденный человек может стать успешным. Мне кажется, можно научиться. То есть это неврожденное что-то? Нет. Ну, может быть, есть у кого, но не у нас. Мне кажется, это именно от жизни на ситуации зависит, потому что много всяких, как сказать, происходит событий в жизни, и многие тяжелые какие-то события делают человека сильнее, и поэтому сильные люди в основном становятся бизнесменами. Тут спорный вопрос. Там и рождаются, и научиться можно. Можно научиться. Так же, как можно и красивой стать в возрасте, а не при рождении. Безусловно, только навык. Ни один бизнесмен еще с младенчества не заработал миллиард. Бизнесменами становятся дети без бизнесменов. И снова доброе утро. Мы продолжаем день предпринимателя. И, ты знаешь, у многих предпринимателей, как у обычного человека, возникают какие-то трудности, вот внутренние трудности, блок какой-то. Мне кажется, у большинства предпринимателей. И как вот этот блок миновать, мы сейчас узнаем у нашего бизнес-психолога Алины Калашниковой. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Алина, здравствуйте. Скажите, вот бизнес – это стресс. Вот правильно ли это… Всегда ли это стресс? Да, конечно. Предпринимателям приходится ставить амбициозные цели, брать много ответственности и рисковать. И, конечно же, здесь необходим специалист, такой, как я, бизнес-психолог. Бизнес-психолог должен только предпринимателям? Вообще, психолог в целом нужен всем. Ведь мы занимаемся здоровьем, профилактикой здоровья физического, там, пьем витамины, делаем зарядку, занимаемся спортом, да. Так и здесь, профилактика психологического здоровья тоже необходима каждому. Хорошо. А вот с какими чаще всего потребностями, проблемами, вопросами к вам обращаются? Как выйти из кризиса, как расслабиться? У многих это огромная проблема. То есть, даже если человек лежит на массаже, расслабиться он не может. Куча мыслей в голове и зажатость мышц. Здесь вопрос в психике, конечно, нужно обращаться к специалисту. А если в лучшем случае, то это запрос на масштаб, на рост, на развитие. Здесь тоже такой момент, что многие люди совершают множество действий, предпринимают, внедряют идеи, но ничего не получается. Все безуспешно. Здесь, конечно, вопрос мышления. Также надо разбираться. То есть, если человек идет, идет и не доходит, это бесконечный путь. Нужно обращаться к специалисту. А если наоборот, что на самом первом этапе к вам обращаются, и нужно ли, потому что вот вроде бы хочется какое-то свое дело, но не понимаешь, какое, что делать? Возможно ли здесь как-то помочь? Как понять, чего хочу, да, вы имеете в виду, и каким делом заняться? Тоже частый запрос. Если человек не знает, чего хочет, это серьезный вопрос, которым нужно заниматься, потому что он приведет к депрессии рано или поздно. С самокопанием можно заниматься долго, но легче обратиться к специалисту. А если вы выбираете какую-то деятельность, чем заняться? Однозначно по любви. Вообще все в нашей жизни нужно делать по любви. Это то, что интересно, то, что мне нравится, чем пользуюсь я, это услуга или продукт. Тогда это зажигает, тогда легче будет переживать какие-то кризисы, они в любом случае будут в бизнесе всегда, да. Легче пережить выгорание и легче продавать, кстати. Потому что ты веришь в этот продукт, любишь, знаешь, что он принесет пользу. Но, конечно, при условии, если это действительно так, если это не вредит человеку. А вот мы сейчас говорили про то, что нужно расслабляться предпринимателю и так далее. Вот пару фишек каких-нибудь, пару вариантов, секретиков, может быть, сможете раскрыть? Как расслабляться? Все индивидуально, абсолютно. Есть множество в интернет-пространстве вариантов, да, можно найти даже списки, то, что меня радует и наполняет. Но все индивидуально, кому-то нужна природа, кому-то массаж, кого-то заряжает спорт. Точнее, он заряжает, но в то же время человек наполняется энергией, он готов действовать, он в целом не напряжен, расслаблен. В любом случае, как мы поняли из вашего разговора, нужно делать выходной, да, отдыхать от своего любимого даже дела. Да, конечно, и лучше составить свой индивидуальный список, что меня радует, от чего я кайфую, расслабляюсь и следовать ему. Потому что советов много, но нужно прислушиваться к себе. Мне кажется, вот еще много таких напряжений у каждого человека возникает, у предпринимателей в частности, из-за возражений в своем деле. То есть боязнь возражений. Вот как перестать бояться возражений? Самое главное – это любить и верить в свой продукт или услугу. Потому что если человек проходит множество тренингов, скриптов, продаж, он знает, он обладает навыками, но сам искренне не верит, человек считывает покупатель мимику, жесты, эмоции и не покупает. Поэтому очень важно верить, любить. Я предлагаю прерваться ненадолго, и потом мы обязательно вернемся. А пока мы здесь изучаем психологию, Татьяна Пецина уже учится, между прочим, в школе культурного блогера. Давайте посмотрим. Пилотный запуск проекта «Школа культурного блогера» состоялся в ноябре прошлого года. С тех пор раз в неделю в Самарской областной детской библиотеке проводятся встречи детей с их наставником. Ульяна Макарова, медиаволонтер. Детям нравится говорить на камеру, им нравится рассказывать о том, что у них происходило за день. Поэтому была принята такая вот идея, чтобы создать пространство, где дети могли бы говорить не только о чем-то бытовом, чтобы они могли рассказывать о культуре, о прочитанных книжках, продвигать таким образом у нас культуру в массу. У самой Ульяны сразу несколько страничек в социальных сетях. Одна личная, другая рабочая. Для каждой она пишет посты и снимает видео. Минимальный набор техники – камера и микрофон. Компактный петличный, предназначен для записи звука на расстоянии 15-30 сантиметров от говорящего. Первыми героями интервью стали сотрудники библиотеки. Мы разбираем основу журналистики, разбираем какие-то ораторские навыки, учимся говорить на камеру, учимся снимать, монтировать. Блог может стать индикатором того, что ребенку стоит подтянуть. Часто выявляются проблемы с дикцией или отсутствие фантазии. Ведь зрителя надо завлечь с первых секунд видео. В противном случае он просто пролеснет ленту дальше. Также важно оградить самих юных блогеров от травмирующего контента или хотя бы минимизировать возможный вред. У мальчика была идея переснять трейлер Капитана Врунгеля. Поэтому вот мультик, который был советский, он очень вдохновился и хочет по книжке снять самостоятельно трейлер-обзор. Когда об этом рассказывают, просто вот такие вот глаза, сколько амбиций, какие горящие глаза у ребят, это правда классно. Пока ребята снимают видео для себя, но в ближайшем будущем планируют выкладывать его в интернет. У библиотеки есть свой канал Йош-ТВ. Татьяна Пецина, Сергей Костин. Программа «Утро губернии». Доброе утро. Мы разбираемся, как все-таки не сойти с ума от любимого даже дела, от предпринимателям быть в силе, в ресурсе. Как раз нам подсказывает Алина Калашникова, психолог предпринимателей. Алина, собственно говоря, всем предпринимателям необходимо правильно распланировать свой день. Как научиться планировать, чтобы не сойти с ума? Ну, сейчас множество книг, тайм-менеджмент, коучинг – это здорово, это нужно применять, изучать однозначно. Держать фокус на своей цели – это важно. Вот предпринимателей, их обычно много, и они амбициозные. Но здесь я хочу сакцентировать на том, что часто психика сопротивляется, не дает. Наверное, вы замечали, что человек отвлекает, может, даже звонок, он может попасть в аварию, он может заболеть, да, и он идёт и не доходит. Вопрос в психике, то есть, либо страх бессознательный, быть успешным, богатым. Он очень этого хочет, но у него не получается. Здесь нужно разбираться. Это всё, конечно же, из детства. Есть какие-то моменты. То есть это клубок, который нужно распутать? Да, то есть у него вроде бы есть цель стать богатым и успешным, но одновременно он не может её достичь. Ну, это отчасти некая такая прокрастинация, так говорится. Да, вот она и есть. Ну, просто таким термином названо в психологии, на самом деле... Не выполнение задач вовремя, да? Это блок в психике, да. То есть даже если он пропишет и будет дисциплинированно это делать, какие-то обстоятельства будут выбивать его из колеи. Поэтому рекомендация держать фокус на цели, но сначала нужно понять, пора анализировать, а нет ли... А как же разобраться? Мы поговорили, что необходим отдых всегда, что это вот как раз время пришло отдохнуть, либо это нежелание выполнять задачи. Как вот понять, что есть что? Очень тонко. То есть проанализировать. Если это регулярно какие-то происходят ситуации в жизни, это всё, конечно же, случайные случайности. У нас есть на всё объяснение. Но если это регулярно, постоянно, на протяжении долгого времени, человек прилагает усилия, действительно хочет, то есть ставит задачи, планы формирует и реализует их, но не получается, тогда, конечно, нужно обращаться к специалисту. Хорошо. А вот есть сейчас такое понимание хоум-офис, фриланс и офисная работа. Когда хоум-офис, там, мне кажется, больше как-то прокрастинации, много отвлекательных факторов, в офисе вроде бы, казалось бы, продуктивнее, да? Но вот как именно в домашнем офисе собраться, да, вот как? Тут тоже индивидуально. Кому-то, наоборот, комфортно одному, когда его не отвлекает коллектив. Потому что нужно смотреть, да, всё по любви, как говорится. А второй момент, что сейчас есть, если условия созданы, что необходимая работа, ну, работа удалённая, есть каворкинги. Там человек дисциплинирует себя и находится в то же время и в коллективе, но может и остаться наедине с собой, то есть очень удобно. Нужно слушать себя. Алина, пожалуй, самый важный вопрос с сегодняшнего эфира – как же поверить в себя? Я люблю такую фразу. Чтобы прочувствовать свои крылья, мы часто падаем в пропасть. Действительно, когда люди решают свои проблемы, они чувствуют свою силу. Поэтому я сейчас хочу дать практику, рекомендацию. Можно взять листочек и ручку и прописать свои кризисы, свои проблемы, поражения, которые были прожиты уже в жизни, проанализировать и прочувствовать свою силу. Тогда естественным образом, автоматически придёт вера в себя. Сказать, какая я молодец, какой я молодец, да, что всё это преодолел. Да, это нужно прям прочувствовать. Спасибо большое. Что ж, пожалуй, самый главный талант предпринимателя – это сделать всё из ничего, а потом это ещё успешно продать. Наша Марина Баркова делает всё из ничего, но делится с нами этим абсолютно бесплатно. Это рубрика «Всё из ничего», в которой из подручных, простых материалов мы делаем красивые и полезные в хозяйстве вещи. Сегодня мы будем делать сувенирное яйцо, а поможет нам в этом королева стимпанка Татьяна Тарасова. Для основы мы берём пластиковое яичко и металлическое – это был когда-то подарочный чай. Многим подарок, вот, допустим, такой неинтересен, а стимпанка – это индивидуальное что-то. Как ты думаешь, кому этот подарок в пору придётся? Я думаю, подросткам, брутальным мужчинам это очень нравится. Ну и на день рождения. Есть девушки, которые такое любят. Скорлупка у нас потрескалась, а тут выпадают как бы частицы часового механизма. И нашим будет героем всей композиции будет циферблок, красивый, золотой. Куда мы его поместим? А это как у нас рука ряжет. Вот так даже. Полная импровизация. Поехали. Делайте то, что любите, и у вас не будет ни одного рабочего дня. Теперь мы изобразим заклёпки. Для этого горячим пистолетом поставим точки по краю не просто заклёпки, а винтики. Для этого ножницами. Или ножичком. Или ножичком. Или стеком для пластилина. Как будто яичко проклёвывается. У нас что-то оттуда появляется жизнь. И рождается новый механический динозавр. Или новое время. Мне кажется, уже можно красить. Я тоже считаю. Акрил, металлик, золото. Сувенир под названием «Рождение нового времени». С вами были Марина Баркова, Татьяна Тарасова. И рубрика «Всё из ничего». На сегодня всё. Побывали в роли предпринимателей. И нам понравилось. Надеюсь, и вы нашли для себя что-то полезное. В студии были Юлия Север. И Виктор Стеблев. Пока-пока. Юль, а давай ещё школу телеведущих откроем. Вот опять ты за своё. Не хочешь, не надо. С тобой вообще скучно. Я тогда с телезрителем что-нибудь открою. Субтитры подогнал «Симон»